Между тем, бывший сити-менеджер уже приговорен к 200 часам обязательных работ за выданное им разрешение на строительство двух многоэтажек в юбилейном. В этом громком деле появились новые обстоятельства. Согласно последним данным, Росавиация выдала заключение о возможности ввода высоток новостроя в эксплуатацию. Как сообщают некоторые интернет-издания, Федеральное агентство воздушного транспорта выпустило документ, согласно которому сотрудникам саратовского аэропорта предписано на отдельных участках летной схемы использовать определенное маневрирование. Таким образом, часть пути самолетов будут контролировать радары аэродрома «Энгельс-2». В такой ситуации новостройки не мешают навигации и могут быть введены в эксплуатацию. Повлияет ли заключение Росавиации на изменение приговора беглому эксглаве администрации – неизвестно. Апелляция по этому делу назначена на 10 декабря.